Плохая новость. Обновленный Джеральд Форд от объекта от стаи цирконов. Армии и войны. Военные технологии. 7 февраля. 8 часов. Плохая новость. Обновленный Джеральд Форд от объекта от стаи цирконов. США планируют построить 15 суперавианосцев, взяв под контроль Арктику и Южно-Китайское море. Александр Ситников. Комментарии просмотров 16959. Фото. Омега-Слэш. ТАСС американский судостроительный гигант. Хантингтон-Ингулз. Заключил контракт на доллар 15,2 миллиарда с Пентагоном на строительство сразу вторых авианосцев класса. Джеральд Форд. Удивительно это тем, что некоторое время назад в США только ленивый не критиковал новый авианоситель с водоизмещением 100 тысяч тонн. Кстати, покойный председатель Сенатского комитета по вооруженным силам Конгресса США небезызвестный русофоб Джон Маккейн называл эту программу одними из самых впечатляющих провалов. Он ругал Джеральд Форд за неадекватную стоимость, намного превышающую ценник его предшественника. Немец. Немец. Восточный ветер. Кинжал и Циркон против Честера Немеца и Джеральда Форда авианосцы США не выдержат совместного удара российских и китайских ракет. С другой стороны, традиции ВМС США таковы, что на пути к достижению флота из 355 кораблей к середине 2030-х годов, план Трампа АВТ, без строительства новых авианосцев не обойтись. Их будут спускать на воду, несмотря на нецелесообразность и многочисленные технические недостатки. В числе последних агентства Bloomberg News, например, назвала проблемы по внутрикорабельной транспортировке бомб и ракет. Оказывается, первый USS Gerald Ford вступил в строй 22 июля 2017 года, был передан без 11 оружейных лифтов, необходимых для поднятия боеприпасов на полубу. Возможно, это кому-то покажется смешным, но лифты просто забыли указать в техническом задании. Тем не менее, глава ВМС США Ричард Спенсер, который назвал своей главной задачей завоевание русской Арктики, дал понять, что обозначенные проблемы оперативно исправляются. И вообще принципиальное решение военно-морских сил США о новых приобретениях сигнализирует потенциальным врагам, что авианосцы все еще соответствуют в той роли, которую плавучие авиабазы должны играть в современных морских сражениях. Любопытно, что негласной концепцией развития ВМС США стала книга «Военно-морской флот США», написанная экспертом Робертом Рубелем в 2011 году. В ней говорится о пять доктринальных ролях, которые в разное время играли американские морские авиабазы. Вначале это были разведчики, чьи простенькие самолеты облетали позиции врагов. Потом авианосцы превратились в убийцы отдельных кораблей и удаленных баз. Вскоре им прописали уничтожение вражеских флотов. Четвертая роль сводилась к дипломатии силой, то есть для запугивания. И вот сегодня назрела необходимость завоевания господства в море вблизи берегов противника, то есть с учетом атак его подлодок и наземных противокорабельных ракет. Именно такими разрабатывали авианосец Джеральд Форд, который должен стать последним аргументом президента в США. По словам Спенсера, в текущих планах говорится о постройке пяти Джеральдов, причем два из них, о которых идет речь в контрактах АВТ, направит в Южно-Китайское море для противодействия КНР. А затем, дескать, доберемся и до русских, подлодки и истребителей которых пока еще не по зубам американским авианосцам. Впрочем, янки считают, что к середине 30-х годов нынешнего века у них появятся инновационные военные технологии, которые изменят баланс сил в нашей Арктике. Судя по всему, пятью новыми авианосцами американцы не ограничатся. В частности, губернатор штата Огайо Джон Кисик, который, к слову, будет баллотироваться от республиканской партии на пост главы Белого дома, обещает довести количество морских авиабаз класса Джеральд Форд до 15 единиц. Это означает, что идею Трампа победили, чем, собственно, решили воспользоваться его оппоненты. Плохая новость, однако, заключается в том, что гонка вооружений становится национальной доктриной Америки. Если вернуться в недавнее прошлое в эпоху Холодной войны в период между 1968 и 2009 годами, подразделение «Хантингтон-Инкулз» вело в строй 10 авианосцев класса «Нимец» по одному в 4 года. Сегодня же, согласно заявлению начальства верфи, судостроители готовы побить свой прежний рекорд. Если будет политическая воля, корпорация «Хантингтон-Инкулз» приобретет второй сухой док под размеры морского монстра и обучит персонал, чтобы за 27 лет передать ВМС США в общей сложности 15 кораблей класса Джеральд Форд. При условии финансирования по доллар 4 миллиарда год. Несложный расчет показывает, что американцы готовы каждые три года спускать на воду по два авианосца с ценником доллар 6 миллиардов за корабль. Само собой, 10 стареньких «Нимец» пойдут под нож. Для сравнения, ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» планировалось провести за два года. Хотя эти сроки, похоже, уже сорваны. Что могло произойти после смерти Маккейна, в результате чего Джеральд Форд из «Белый слон АВТ» превратился в ударную силу американского флота. Было бы большим упрощением списать данное решение на лоббизм руководства «Хантингтон-Инкулз». Хотя понятно, что без этого не обошлось. Судя по всему, американцы впрямь сделали работу над ошибками. Дело в том, что инженеры «Ниапорт-Ньюз» использовали французскую систему автоматизированного 3D-проектирования «Дасольт-Системс Каша». Это позволило американским инженерам создать авианосец класса Джеральд Форд, разработанный в полномасштабной трехмерной модели, причем, модульного типа. Значит, судостроителям доступны обновления, в том числе и за счет замены тех или иных блоков. То есть, специалистам «Ниапорт-Ньюз» не составило большого труда учесть пожелания военных по улучшению процедур обслуживания обновленных авианосцев. В первую очередь, произошла модернизация горизонтальных и вертикальных перемещений боеприпасов и систем вооружения. Теперь уже немногочисленные команды матросов гоняют моторизованные тележки с боеприпасами и за них трудится автоматика. Говоря проще, для перезарядки корабельных средств ПВО потребуются считанные минуты. То же самое в полной мере касается и подготовки истребителей к вылету. Таким образом, перепроектирование пути движения оружия и оптимизация расположения складов боеприпасов, как минимум, вдвое увеличила боеготовность авианосца. Во всяком случае, так утверждают инженеры «Ниапорт-Ньюз», и с ними соглашается командование ВМС США. Если это правда, то для атакующих ракет, в том числе летящих стаей, окно перезарядки закрыто. Возможно, американцы перехваливают свои новые авианосца, но когда речь идет о потенциальном враге, лучше переоценить его возможности, чем недооценить. С учетом мощности силовой установки, временной потенциал модернизации Джеральд Форд оценивается американскими экспертами в период до 2105 года, в течение которого можно будет внедрять новые военные технологии, меняя блоки. Читайте также, Багдад, если войска США не уйдут, они будут уничтожены. 150 тысяч иракских бойцов ждут приказ, чтобы перебить 5200 американских солдат. Дело в том, что сегодня используется только половина генерируемой электроэнергии, а другая остается доступной для будущих систем вооружения. И все-таки, как бы ни пиарили сотрудники и лоббисты вроде Спенсера и Кейсика кораблей класса Джеральд Форд, скептики, в том числе и заокеанские, утверждают, что прорвать можно любую ПВО, даже с автоматической подачей боеприпасов. Сделать это можно за счет многочисленных недорогих ракет-мишеней, среди которых будут наименее заметные убийцы авианосцев. Как показывает история, в бесконечной борьбе брони и снаряда, в конечном счете, побеждает боеприпас, переводя состязания на более высокий уровень. Можно не сомневаться, российские эксперты анализируют обновленные возможности авианосцев Джеральд Форд. Тем не менее, американский опыт судостроения таких больших кораблей заслуживает изучения и даже копирования. Ведь, как утверждает руководство, ускорить темпы строительства им удалось за счет лучшей организации труда. И вообще в современных условиях линия фронта проходит в производственных цехах и в научных институтах. Но именно там Россия проигрывает Америке. Увы, с этим аргументом сложно не согласиться. Аналог русского чемодана без ручки. ВМС США так называют чересчур дорогие корабли, астрономическая стоимость которых препятствует военному применению. Военные новости, испытания Посейдона подтвердили его дальность и скорость военной технологии. Восточный ветер, кинжал и циркон против Честера-Немеца и Джеральда Форда.